Дорогие друзья, мой канал на YouTube существует всего лишь около двух месяцев. Но этого времени мне хватило, чтобы понять, что я хочу и дальше заниматься развитием своего канала. А всё почему? Потому что я чувствую, что есть люди, которым нравится то, что я делаю. Я этому безумно рад. Спасибо вам за приятные отзывы, которые вы оставляете под моими видео. Спасибо вам за лайки, спасибо за доброжелательные отношения друг к другу. И отдельное спасибо Кубику Рубика за то, что он нас с вами всех объединяет. Я всегда с огромным удовольствием читаю то, что вы пишете в комментариях. Иногда это просто слова благодарности. Иногда это конструктивная критика, которая заставляет меня развиваться. А иногда это вопросы, на которые в сегодняшнем видео я хочу ответить. Но так как вопросов набралось немалое количество, я отвечу только на пять из них. На те пять, которые мне показались самыми интересными. Сегодня воскресенье, 26 января 2014 года. И я обещаю, что ровно через неделю я сниму еще одно видео, в котором отвечу на все вопросы, которые вы напишите в комментариях к этому видео. Ну а сейчас перейду к тем пяти вопросам, которые не оставили меня равнодушным. Итак, вопрос номер один. Макс, я тут заметил, что ты здесь и на Украина Моя Талант, да вообще везде, собираешь куб 3х3 в одних и тех же носках. Они что, счастливые? Честно говоря, это особая история, очень интересная. Вообще у меня есть набор атрибутов, по которым иногда меня люди даже узнают и про которые задают много вопросов. Во-первых, это желтые носки, во-вторых, это наушники, которые я практически никогда с шеи не снимаю. В-третьих, это браслеты на левой руке, которых сейчас у меня нет, но я их всегда одеваю, когда участвую на соревнованиях или когда выступаю на сцене. А также вот эта вот куртка, в которой мне довелось очень часто выходить на сцену. Ну, если уж вопрос про носки, то и отвечу я, собственно, про них. Всё началось ещё тогда, когда я занимался футболом. И так случилось, что у нас был какой-то важный матч. Этот матч проходил в другом городе, в городе Сочи. И у меня порвались гетры. И тренер дал мне другие. Я сначала не хотел их одевать, но выходить на поле в дырявых гетрах было как-то стыдно. И так сложилась судьба, что на 90-й минуте этой игры, при счёте 1-2 не в нашу пользу, я ударом головой сравнял счёт. С тех пор эти гетры стали у меня фартовые. С тех пор я стал играть в гетрах только жёлтого цвета. И до сих пор носки жёлтого цвета напоминают мне о тех эмоциях, которые я тогда пережил. И навевают мне воспоминания о детстве. Честно сказать, я и сейчас в жёлтых носках. Ну что же, перехожу ко второму вопросу. Пожалуйста, сделай туториал по сборке Мастер Пираморфикс. Этот комментарий я имел честь читать не один раз и не два, а раз, наверное, 20 как минимум. Его автор оставляет его почти под каждым из моих видео. Возможно, я сейчас кого-то огорчу, кого-то разочарую, но скажу как есть. Я ещё до сих пор не научился собирать Мастер Пираморфикс. И обещаю, что как только научусь, обязательно сделаю обучающее видео. И тем самым выполню вашу просьбу. Ещё один комментарий, который не оставил меня равнодушным. Максим, привет! У меня получилось с закрытыми глазами. Здорово! Эти упражнения развивают память до невероятных возможностей. Огромное тебе спасибо за видео и за уроки. Даже не думал, что смогу сам собрать часть кубика, не глядя на него. Только вот скорость в 10 раз медленнее, чем у тебя. Но это практика и ещё раз практика. Спасибо вам большое за подобный отзыв. Читая такие комментарии, я испытываю невероятную гордость за своих учеников и за свои способности объяснять. Ещё очень приятно, что люди, которые смотрят мои видео, это совершенно разные люди. Разные по возрасту, разные по половому признаку, извините за выражение, и разные по национальности. Это очень здорово, что есть тема, которая объединяет столь разных людей. А я перехожу к следующему вопросу. Честно говоря, сейчас я не смог найти этот комментарий, но когда я его прочитал, я его запомнил. Потому что его автором является житель Волгограда. Мне очень приятно, что среди зрителей моего канала есть мои земляки. А вопрос заключался в следующем. Максим, я тоже живу в Волгограде. С какого ты района? Отвечу, что я живу в Краснооктябрьском районе города Волгограда. И последний, пятый комментарий, который не оставил меня равнодушным. Его я тоже не смог найти, но смысл его заключается в следующем. Один парень кое-что не понял из того, что увидел в моем видео. И задал мне вопрос, на который вместо меня ответил другой человек. И ответил так, что смог объяснить все четко, доступно и понятно. За что ему огромное спасибо. Мне очень приятно, что оставляя комментарии, вы подчеркиваете свою доброжелательность не только ко мне, как к автору, а еще и ко всем остальным зрителям этого видео. Спасибо, что вы помогаете друг другу. Спасибо, что вы столь доброжелательны. Остается только сказать, что в комментариях к этому видео я жду от вас новые вопросы, на которые с удовольствием отвечу ровно через неделю. Надеюсь, что в течение этой недели я опубликую еще не одно, не два и даже не три видео, а гораздо больше. Но ответы на ваши комментарии будут в воскресенье. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья!